итак дорогие друзья сегодня мы сегодня выпустил два курса курс 3 клонирование то есть скачивание репозитория хранилища репозитория это хранилище с битбакет в пайчаром и курс 4 работа с ветками гид плюс битбакет плюс пайчаром это очень большая силища посмотрите курсы посмотрите курсы здесь немного уроков следующем чуть побольше чтобы никто не путался сейчас я переключу может вам это не видно ну а значит давайте по по сути ну вот представьте я сейчас разъясню на пальцах для новичков которые смотрят только видео ребят особенно начинающие разработчики ой как это важно на первом этапе не повторяйте моих ошибок что я к этому шел так долго все считал понимаете много людей считаю что контроль версий нужен только для того чтобы разрабатывать в там в команде да это его основная задача но молодому разработчику это ох как важно у вас программирование будет в кайф давайте сначала на пальцах расскажу представьте у вас есть код вы код например тут что там abc да ну якобы до утрировано а вот это у вас будет стабильная версия а вы для того чтобы разрабатывать новичок что делает он установил код там что-то напортачил теперь вообще них ничего не работает да так вот ребята посмотрите уроки все банально просто все по чарам за вас делает теперь вы можете создать ветку что такое создание ветки а в гид это считаете он сделает копию вашего кода и вот здесь вы добавляете bc у вас уже при создании ветки она и так скопировалась вы добавили д да так вот д добавилось только ваши созданные ветки пока ее ее в основном это у нас стабильная версия да это у нас стабильный код стабильный это у нас разрабатываемый девелоп разработка так вот это у нас стабильный код мы его вообще не трогаем вот начали разрабатывать оставили то есть вот до чего дошли поняли что надо вносить много изменений создали ветку а b c d d добавили да вот d в этой ветке нет но тут у нас возникла срочная проблема то есть мы можем что сделать от этой ветки создать еще веточку пусть это будет проблема срочно а ну например у вас есть несколько вариантов и вы думаете так сейчас наверное портачивать пока в девелопе оставлю так а попробую решить каким-то вариантом при этом вот этих вот веточек а даже той девелоп может быть хоть хоть сколько так вот по сути дела опять получается среда то есть гид создала опять вам для решения проблемы и вы добавили е ну я говорю к примеру и у вас это заработало вы говорите ура заработала но мы же как говорится будем перестраховываться что мы делаем у нас сейчас есть на данный момент код который мы оставили первоначальном состоянии далее девелоп потом мы решили посмотреть вариант нам понравился этих вариантов может быть много ну вот е добавлено да это это к примеру ребята и мы начинаем сливать код нам понравился то есть что мы делаем давайте пометим стабильное черным это у нас будет зеленым и это у нас будет красным да понравился мы сливаем и он тоже становится зеленым проверили все работает ура заработала пора на рыбалку там или куда вы хотите у нас получается версия разрабатываемая девелоп время от времени стабильная нам понравилось пока оставляем так код значит мы теперь сливаем версию девелоп с версии стабильный и у нас стабильное становится все а б ц д все отлично ну что ж а мы пошли на второй круг и уже взяли следующий вариант допустим и уже опять что то мудрим и так мы получается ребята а теперь вот вдумайтесь удобство программирования теперь получается ну не понравилось напортачили да ну и удалили все по новому ветку создали вот это то что мы сегодня делали да в курсе я разъяснял очень подробно но сейчас покажу только результат потому что до этого мы и настраивали среду изучали в конце концов все понятия в пайчаром у вас будут знакомы ну вот смотрите теперь как это на практике выглядит в реальности только я не буду три ветки создавать мы это в курсе делали я сейчас делаю попроще вот у нас есть ветка девелоп девелоп мы мне сейчас находимся смотрите я предложил ребятам установить тога это графический интерфейс и если мы переходим перейдем в ветку мастер вот ну вы сейчас не видите я суть главное показываю все мы здесь изучали все то что я сейчас делаю быстро мы изучали это не суть вот у нас ветка мастер да вот сейчас мастер и у нас здесь специально не хватает точка кода то есть она не запускается ветки девелоп я опять перехожу в ветку девелоп значит и я заготовил строчку кода и добавил ее дальше сделал комит то есть фиксацию все это мы уже заранее изучали поэтому я не останавливаюсь будете смотреть курсе и вот я сейчас нахожусь в ветке девелоп и нажимаю открывается окно hello world да ну самое главное то есть программа заработала я говорю заработала все проверил все работает меня устраивает отлично теперь но при этом смотрите вот эта строка есть версии девелоп вот если я сейчас пока посмотрю версию мастер основную версию да то вот этого кода его здесь пока нет видите его нет ну что ж я легким движением руки сливаю сливаю был конфликт сейчас как раз попался мы конфликты тоже рассмотрели я посмотрим все это мы рассмотрели просто надо было мне добавить комит перехожу и все нет у меня никаких тут изменений конфликт как разрешаем какое все появилось мы рассмотрели конфликты то есть смысл конфликтов такой но представьте объясню вот здесь есть файл до abcd среда не знает вот допустим вы изменили код либо полностью стереть заменить код либо там только добавить но в конце концов вот у нас сейчас ветка мастер вот тут написано да и я теперь запускаю программа тоже запускается все по сути дела теперь я это у меня стабильная версия я ее оставил таком состоянии мы рассматривали и метки я теперь опять перехожу в ветку девелоп вот стало девелоп и дальше продолжаю разработку то есть я вам я сейчас не буду создавать по сути дела я создам девелоп у меня версия разработки мне проще либо здесь писать код но скорее всего я пострахуюсь я создам ответки девелоп еще одну ветку скопирую и буду в ней уже разрабатывать заработал я вкинул девелоп то есть ну здесь уже как вам будет удобно но сам факт вы поймите что это очень очень удобно и это архи важно новичку ребят выбросьте с головы вот это вот что только для команд до для команд это основная ги гита чтобы совместно но для начинающего вот эти функции ветвление это очень круто это уф уф какая силища просто представьте вы всегда программируете в кайф ну не получился где-то код ну вообще удалили ветку создали по-новому но вы начинаете действительно заниматься программированием а не издеваться над собой так что ребята да вот об этом и эти курсы на самом деле здесь больше курсов я не то показываю ну ну да ладно значит те кто только смотрит первый раз начать надо с другого сайта начать надо если вы не знаете python jango сайта spb-tut.ru здесь вы познакомитесь с нуля с python jango а вот эти курсы по разработке они на сайте python-tut.ru здесь мы python jango портал программирование то есть все что расширяет джанга тут мы уже пишем соц сеть на джанга уже для более серьезных вещей лучше иметь доступ двум сайтам при этом вот этот сайт тут доступ пожизненный spb-tut.ru ну поняли да так что ребят вот это то что я рассказывал на пальцах ну понятно очень и это круто и это супер программирование в кайф успехов вам спасибо за доверие